Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Визуально что-то мешает? На ней какие-то полосы нарисовал кто-то карандашом. Крест в области поясницы и в ногу идет. Просто палка проведена. Сканер, выведи все, что сейчас было озвучено. Этот крест на позвоночнике и все, что нарисовано, эти полосы, все это выходит. Если есть подключки, выводи их автоматически. Такие же полосы с рук вышли. Хорошо, все вышло. От локтей вниз. Формируя в шар, отправляя этот шар в клетку-тюрьму. Еще что-то есть? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Татьяны. Находит все. От этого шара выстраиваются прямые каналы к ответственным и притягивает всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь на демона кто-то похож. Снимается маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Меняется? Я не понимаю. Здесь идет картинка такая, как будто какая-то женщина. Она ест яблоко и рисует. И вот этот вот рядом появляется бес и потом он становится демоном. Вернее демоном, потом станутся бесом после того, как ты даешь команду. Выстраивая прямой канал от этой сущности к тем, кто ее установил. Два-три притягивая всех в клетку-тюрьму, кто связан с ним. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. В общем, появилась женщина, у нее в руках карандаш. Она вот так, ну, у нее как очертание человека, она на нем точку сейчас сделает и рисует, что хочет. Может заштриховать его. Рядом стоит бес. Бес. Что это такое? Объясни мне. Обучение рисования. Сколько у него герц, Вера? Посмотри. Кого? Бес? Да. А что, у нас еще кто-то? Восемь. Восемь. Или еще кто-то? Или это действительно демон? Нет, больше никого нет. Хорошо. Что значит, ты ее учишь рисовать? Что ты делаешь, в этом биополе, Бес? Знакомое биополе. Обучаю художницам находить правильные места и управлять человеком. А что это за художница? Магия? Обучаю, говорю же. Что ты делаешь в этом биополе? Мне все равно, кого ты и чему ты обучаешь. Я тебя спрашиваю, что ты делаешь в этом биополе? Кто тебя сюда привел? Выгнали меня. Ты опять пришел? Отомстить хочу. Хорошо, Бес. Ты серьезно решил вот это мстить сейчас. На твоем месте Вильзевул стоял. Знаешь, что с ним случилось? Так это не я, это она. Кто она? Художница. Ты находился в этом биополе или художница находилась в этом биополе раньше? Я эскиз подбросила, она рисует. Бес, я тебя сейчас начну бить. Тебе мало не покажется. За что? Или ты мне говоришь всю правду. Так отвечаешь на твои вопросы. Выгнали меня из биополя, а я эскиз прихватил. А с ней я работаю, обучаю ее рисовать. Вот и подкидываю эскизы. Значит, ты подкинул этот эскиз к этой душе, да? Художница. А кто эта художница такая вообще? Моя подопечная. Она занимается магией? Она рисовала, учится живые картины. А что случается с этими живыми картинами? Так это то, что несет в этот мир. Вот она несет то, что я подсказываю. И что там на этих картинах нарисовано? Точечку поставила, боль появилась, крестик, зажалась энергия. Эта женщина знакома с Татьяной? Нет, она со мной знакома. Значит, она даже понятия не имеет, что она делает в этом биополе, да? Получается. Ну, вроде так. Хорошо. А зачем ей понятия иметь? Она обучается. Да мне все равно. Только бы ты не находился с ней в этом биополе. А эти обучения, бес, не знаю. Ты сказал мне, что тебя выгоняли из этого биополя. Кто это был? Я или другие? Да, откуда я знаю. Выперли же. Как это? Откуда ты знаешь? В квартире был. Контролировал. А меня выперли. И я эскизик прихватил. Понятно. Хорошо. Ты присутствуешь еще в квартире с этой женщиной? Да, я же говорю, выперли. Повыперли. Хорошо. По эскизику и работаю. Если бы не он, и притянуть бы не смог меня. Если бы не было вас здесь, я бы тебя не притянул. Если бы я хоть частичку твоей энергии нашел, я бы тебя притянул. Но я же говорю, обидно мне. Отомстил. Хорошо. Начинаем с... Сколько ты находился в этом биополе? Так я и не находился. Эскизик подкинул. Сколько есть эскизик? А когда она рисовала, не знаю. Пошла информация Вера. Сколько он находится в этом биополе вместе с ней? Она идет цифра 21 день. И картинка, как она рисует. То есть это в замедленном действии. Вот эта вот линия, которую она на крест проводит на позвоночник, на пояснице. Она медленно идет. То есть это несколько дней делалось. Значит, 21 день она находится в этом практически... Рисует. Рисует. Понятно. Обращаясь к этой женщине. Женщина. Ты меня слышишь? Не слышит. Она ест яблоко. Она сумасшедшая, Вера? Нет, она не сумасшедшая. Она учится. Художник. Учит рисовать лучше всех. Живые картины. Да и командует тонкой копии. Татьяна испроектирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственно за чужеродную негативную патогены низкоабрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились. Сущности каждый подходит к своему каналу. Да и команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Возвращаем всю эту боль назад тому, кто рисовал. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Пошел черный поток. Но у нее боль и у нее как раз гармонизация произошла от этого энергии Татьяны. Кому боль идет? Это все возвращается в шар. Хорошо. Готово. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Татьяна забирается. Чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Ты знаешь, Бес, когда второй раз приходит в биополе, я всегда срезаю рога. Вне зависимости, кто там стоит. 40-герцовый демон, 50-герцовый демон роли не играет. Ты присутствуешь сейчас в клетке тюрьмы. Если бы ты не присутствовал в ее биополе, я бы тебя не притянул. Ты, если думаешь, что ты высыл. Вот смотри, ты учитель, и я тоже учитель. А это моя ученица. Я прихожу к твоим ученикам. Вот сейчас ты пришел к моей ученице. Я не пришел к ней, а я ее вытащил. Ты понимаешь разницу? Причинно-следственная связь. Если бы она не пришла, я бы ее не вытащила и тебя. Ты пришел к ней. Работаем мы в разных мирах. Да. Как же нам по-другому встречаться? Я бы мог еще понять твою мотивацию, если бы человек занимался магией, делал какие-то призывы, пытался достигнуть каких-то успехов именно в этой сфере. Но это не так. Это ты. Это ты про кого сейчас? Это я говорю про нее. А про тебя я говорю, что ты ее привел. Про кого про нее? Про эту женщину, которая рисует. Люську что ли? Так она и просила художником стать. Но не за счет воли. Это понятно. Она хотела. У нее, значит, тогда есть свой контракт. Но Татьяна с этим ничего общего не имеет. Эта Люська не знает даже Татьяну. У нее нет оснований делать ей какие-то... Зато мне обидно было. Неприятно. Вибрации понизились. Тогда это месяц. Повысились. Даже не знаю, как в моем случае сказать. Ну, в твоем случае, наверное, повысились. Я не знаю, как. Действительно. Если тебе дискотку... Ну, рога оставь. Я тебе просто говорю, что второй раз, когда сюда приходят, а ты именно второй раз пришел, я отрезаю рога. А третий раз я достаю энергию царя Соломона. И она появляется сейчас в моих руках. Вот сюда ты дошел. Да ладно. Сильный, сильный. Я не говорю, что я сильный. Я просто тебя предупреждаю об опасности, в которой ты сейчас находишься. Если бы у Люськи были какие-то мотивы сделать против нее черную магию, она пригласила беса, и ты бы ее руководил. Я бы ни слова тебе не сказал. Это твоя работа. Но здесь твоя инициатива. Ты ее привел в это биополе. Да, ведь получилось у Люськи. Хорошая ученица. Ладно, я понял тебя. Хорошо. Реверс закончился? Да. Начинаем с вытаскивания. Бес, что осталось еще в биополе, что я не вытащил? Ну, он показывает, как графитом. Грудь бледно-серым. Заштрихована. Понятно. Включая внутренний белый свет Татьяне этим светом, она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкое операционное. Все эти штрихи до 100%. Весь этот графит выходит, формируется перед ней в черный шар. Перед Татьяной. Голова тоже выходит. Головы выходит. Готово. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с этой женщиной, с Бесом и этим шаром с энергиями. Пошел процесс. Готово. Включая внутренний белый свет Татьяне этим светом, она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкое операционное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Один, два, три. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Остаточная энергия от интерферентов и их подключек выходит. Есть. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. Один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Проверку прошли, буду отпускать. Бес, ты понял, это последнее предупреждение. Слышал, услышал. Открывается портал на частоте этой женщины. Возвращаем ее назад в ее биоробот. Один, два, три. Закрывая, печатая, растворяя. И открываем внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. И он уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Под шаром открываю воронку в галактическое ядро. И шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Татьяна, как вы себя чувствуете сейчас? Легко. Легко. У меня еще один к вам вопрос. У вас боли были больше 21 дня. Больше того срока, сколько бес находился в биополе. В позвоночнике. Я сейчас и не посчитаю. Позвоночником давно проблема у меня. Вот голова болела чуть больше, наверное. Ну, мы из головы вытащили сейчас этот графит, который от этой художницы в кавычках. Живые картины, которые рисует. Меня просто интересует. У вас проблемы остались сейчас со спиной? Это была причиной боли? Здесь мне легко. Причина боли я не знаю. Но спина болит. У меня на физическом теле давно проходит. Потом опять болит. Хорошо. Давай заправим Татьяну энергию. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота вибрации. Один, два, три. Вернее, я знаю причину боли. Медицинские показатели есть. Но вот как лечить без операции? Энергии бы мне туда. Обновление. Сейчас проверим. Посмотрим. Сколько энергии нужно и какая частота вибрации? Триста восемьдесят и двадцать пять. На счет три макушку головы Татьяны начинает поступать семь высокоэбрационных потоков по триста восемьдесят процентов каждой. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до двадцати пяти герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается. Наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Как вы себя сейчас чувствуете, Татьяна? Ой, хорошо чувствую. Чистенько все. Светло. Хорошо. Тогда мы сделаем следующее. Скеннер включить. Ну вот физическому бы телу помочь как-то. Но физическое тело состоит из многих частей. Вы нам написали, у вас проблемы с позвоночником. Мы об этом сейчас говорим? Да, да. Хорошо. Мы сделаем тогда следующее. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Архангела Рафаила выйти со мной на связь. Кто спрашивает меня? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...